Информировать, что пригласительные на выборы могут дать информационные листья. Лида Саутиева получила пригласительный и информационный буклет. На каждый адрес полагается один экземпляр. В их семье пять потенциальных избирателей. Все они будут голосовать на УИКах, кроме Лиды. Передвигается она с трудом, поэтому в этом году проявит свою активную гражданскую позицию на дому. Такая услуга предусмотрена для тех, у кого слабое здоровье. Передать заявление можно любым удобным способом, лично или через кого-то. Мы сейчас можем принять у вас заявление по поводу голосования на дому. И в день голосования после обеда члены участковой избирательной комиссии к вам придут сюда домой. И вы сможете отдать свой голос за выбранного кандидата. Я отдам голос. Каждый гражданин России обязан проголосовать, считает Амина Костоева. Так определяется будущее нашей страны. От результатов выборов зависит жизнь простых граждан. Женщины используют каждую возможность, чтобы заявить о собственной социальной позиции. Избирательный участок находится рядом. Там они вместе со снохой прекрасно проводят время. Учитывая, что выборы проходят как праздник. Организуются народные гуляния, концерты. Всех знакомых там видишь. Там им пожилые бывают, и маленькие, и взрослые. Хотя кто и не голосует, дети, и то там бывает. Им интересно. Вот они и научатся. Вырастут. Они будут знать, что они должны ходить на выборы и голосовать. Мне так кажется. Моя семья вот так вот, не знаю, приучена. Впускать обходчиков или нет, это уже личное решение граждан. Бояться официальных представителей не надо. Всех их отличает экипировка. При себе имеют удостоверение члена УИК и документ, подтверждающий личность. В рамках проекта «ИнформУИК» они рассказывают о предстоящих выборах президента России. Обходчики прошли специальное обучение в формате видеолекций. Они были о том, как нужно вначале представляться, как нужно заходить в дом к обходчикам, что нужно говорить, какие вопросы нужно задавать. Для начала обязательно нужно было представиться, познакомиться с избирателями. И дальше уже вести диалог по приложению «ИнформУИК». Всего на территории сельского поселения Инарки два избирательных участка. Они находятся в 23-й школе и в Доме культуры. На 508-м участке зарегистрировано 1883 избирателя. Для пожилых и впервые голосующих подготовят специальные подарки. Напомним, что заниматься агитацией им строго запрещено. Уже 7 марта обходчики полностью завершат свою работу. Амина Зязикова, Султан Могушков, Магаз-24.